Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Начало второго на часах. Добрый день, приветствую вас. Меня зовут Владимир Сметанин. И приветствую нашу гостью Наталья Катаева. Наталья Алексеевна, добрый день. Добрый день. На самом деле вас можно полпрограммы представлять. Председатель, президент, вернее, учредитель фонда поддержки общественных инициатив «Вятская соборность», член общественной палаты Кировской области, руководитель городского женсовета. Вы человек довольно известный в нашем городе. От некоторых депутатов городской думы как-то слышала о том, что они вас ласково называют «наша матушка». Да, есть так. Да. Вы стояли у истоков, как известно, местной активности в нашем городе. И много лет этим не занимаетесь. И продолжаете, собственно, курировать эти вещи. Но основной повод для нашей сегодняшней встречи – это состоявшаяся в прошлую пятницу экспертная площадка общественной инициативы, диалоги с властью. Вы непосредственно ее организовывали. Но к ней чуть позже перейдем. Все-таки «Вятская соборность». Что это такое? Не на слуху еще. Это наименование, я посмотрел, в марте прошлого года появилась такая организация. Расскажите, чем занимаются? Вы знаете, у меня это название «Вятская соборность» родилось давно. Я хотела какой-то проект написать. И суть соборности – это чисто наше русское слово. Оно уже не переводится на иностранный язык. Бердяев давал, Хомяков давал определение наши, известные очень философы. Это единение народа вокруг национальной идеи. То есть это ответственность друг за друга и каждого за всех. И вот мне очень хотелось создать такой фонд. Это фонд местных сообществ, который бы мог объединить ресурсы и власти, и бизнеса, и некоммерческого сектора. И вот эти ресурсы направить на поддержку инициатив горожан. И самое главное, первый шаг, который мы сделали в нашем фонде – это не какие-то глобальные проекты. Мы не можем тягаться, например, с ППМИ или президентским грантом. ППМИ для вас – это масштабный проект. Проект поддержки местных инициатив. Конечно, это все-таки миллионные деньги. Один проект стоит миллионы и выше. А вот поддержать инициативу в самом зародыше, когда наш фонд предлагает мини-гранты от тысячи до двадцати, когда иногда нужно всего лишь на тысячу купить георгиевских ленточек и провести цикл мероприятий от 9 мая до 1 сентября. И в течение года не забыть о ветеранах, что очень важно, что не только 9 мая мы должны об этом помнить. Вот это очень важно, когда поддержать первую инициативу, сделать первый шаг. Вот как ребенку помочь сделать первый шаг в инициативе. А потом он уже наращивает свое умение, навыки. И потом уже идут следующие. Городские конкурсы, областные конкурсы, президентские гранты, международные и так далее. То есть вот сегодня самое главное, наш фонд, есть несколько проектных линий. Это как раз Доброе дело, конкурс мини-грантов. ТОС, территория общего счастья, это поддержка территориального общественного самоуправления. Это святительский покров, проведение благотворительных социальных акций и поддержка храма святителя Николая, у истоков которого строительство мы стояли. И в церковном совете я и состою. И это сегодня поддержка детских и молодежных инициатив. Это очень важно. Я в свое время возглавляла организацию ДИМСИ. Это была настоящая империя. И сегодня вот на смену, наверное, таким некоммерческим организациям приходит как раз территориальное общественное самоуправление, когда и взрослые, и молодежь, и дети участвуют в преобразовании вот этой вот действительности. Сколько, получается, у вас уже сейчас подопечных, если можно их так называть? Вы имеете в виду? Ну, людей, которые сотрудничают с вами непосредственно. Сотрудничают. Но это очень сложно сказать, потому что вот, например, в прошлом году мы поддержали 14 проектов, да? А в рамках 14... Это круглогодично работа ведется? Конечно. Или вот какой-то определенный срок есть, которому нужно успеть подать некую заявку? Это, знаете как, вот мы собираем ресурсы, и по мере того, как мы вот этот вот бочонок собрали, мы объявляем конкурс. Поэтому вот на сегодняшний день мы сейчас вот пока объявили и разослали письма нашим потенциальным спонсорам, нам бы очень хотелось, чтобы в течение лета, вот в июне-в июле, наши горожане могли реализовать не только благоустройство, а очень хотелось бы их вывести на гражданские инициативы. И вот когда мы проводим наш традиционный форум инициативных граждан, чтобы они могли поделиться вот этими новыми находками, новыми предложениями, новыми акциями, новыми какими-то движениями, которые вот будут происходить. То есть это инициатива, которая охватывает большой круг жителей города в том числе. Вот это гражданская инициатива, имеете в виду. А конкретные дела, которые планируете все-таки за лето? Вот за лето мы готовимся сейчас к форуму инициативных граждан. И такое большое, наверное, это мероприятие, потому что оно требует привлечения очень многих сил и ресурсов. Почему? Потому что сегодня на форуме инициативных граждан мы говорим о разных направлениях. И работа с семьей, и работа с добровольцами, и работа с маломобильными группами населения. Это инвалиды и мамочки с маленькими детьми. Это сегодня и экологические проблемы, это сегодня демографические проблемы. То есть вот те проблемы, которые заявляют сами горожане, мы берем за основу. И в этом году мы... Впервые пройдет? Нет, восьмой форум. Восьмой уже пройдет. Восьмой форум. Но каждый год мы берем какую-то определенную тематику, а в этом году тематика этого форума будет «Время Созидателя». То есть здесь и сейчас, и что зависит от конкретного человека. Сегодня, что можно сегодня уже сделать, не думая там вот через пять, через десять лет, как я могу это себя реализовать. Поэтому мы приглашаем нашего эксперта Сергея Владимировича Титерского из Москвы. Он будет проводить тренинг, форсайт-тренинг «Время Созидателя». Он привезет свою рабочую тетрадь, по которой мы будем работать. И каждый для себя, и для города, и для отечества выстраивает вот такую программу. Это для меня, это для города, а это потом на перспективу. А, это уже какая-то обкатанная методика какая-то, да? Конечно, конечно, да. Работающая. Да, и Сергей Владимирович, он награжден у нас соборной грамотой, меценат «Вятки». Каждый год он приезжает и является экспертом нашего форума. Вот, ни копейки никогда не прося за свои знания, умения, за то, что он привносит в «Вятку». Вот, поэтому, наверное, это была достойная награда, меценат «Вятки», потому что он свои знания сюда так щедро ими делится с нами, со всеми. Вот ранее вы произнесли это слово-сочетание, к которому, ну, наверное, трепетно все-таки надо относиться, да, национальная идея, да? Звучит так, конечно, громко, а можете кратко сформулировать, что такое национальная идея в настоящий момент? Вот, знаете, наверное, одним словом это все-таки патриотизм, а если вот так вот говорим, национальная идея, мы жители вообще одной планеты, вообще планетарное мышление. И вот, наверное, национальная идея – это не идея русского или армянина или азербайджанца, это сегодня национальная идея России, это вот национальная идея Отечества. И вот, знаете, вот это вот патриотическое состояние, когда ты сегодня делая, я отдавая вот то, что тебе дано свыше, твои знания, твои умения какие-то, да, когда ты это привносишь, не надо там говорить, вот квасной говорят патриотизм, да, там вот мы любим страну, не надо митингов, не надо шествий, надо конкретное дело. Вот если каждый человек на квадратном метре, который ему, вот определил Господь вот тут служить, и он будет служить добросовестно… Ну, хотя бы не один, хотя бы несколько квадратных метров. Ну, я просто говорю, вот он сегодня, я имею в виду, он здесь, стоит здесь и сейчас, и вот на этом месте, здесь и сейчас, вот как я всегда говорю, не скурвиться и сделать добросовестно это дело, не утащить, а привнести. Понимаете, вот мы иногда говорим, почему так, но если сегодня мы бы наоборот привносили, а не старались бы, вот как говорил Жванецкий, что охраняем, то имеем, ничего не охраняем, ничего не имеем, все на охрану социалистической собственности. Вот если бы сегодня мы понимали, что надо не взять, а отдать, я всегда это и в фонде говорю, богатый человек – это не тот, у которого много всего, это тот, который щедро делится. То есть тот человек, который может сегодня отдать, пусть это не финансы, пусть это сегодня какие-то другие ресурсы, но он отдаёт. И поэтому вот эта национальная идея, российская идея, вот отечество, понимаете, очень хочется всё-таки гордиться своей страной и быть частичкой этой страны. А чтобы быть частичкой, достойной частичкой, значит, мы достойно должны себя вести. Вот мне кажется, национальная идея, вот она должна заключаться в этом, ответственность за свою страну. Ответственность за всё, что происходит. А не то, что там власти не так сделали, ЖЭК не так дорогу сделал, эти не так, тот украл, а ты-то что сделал? Вот когда каждый к себе вот так начнёт, вот с таким вопросом, вот, я думаю, что, наверное, начиная от самого высокого чиновника, окончая дворником. Вот, когда каждый себе скажет. И когда каждый будет думать, наверное, если мои дети будут учиться и лечиться в этой стране, а не за рубежом, наверное, у нас будет и здравоохранение, и образование, да, лучше, и дороги. Вот это даёт нам сегодня свои мысли Наталья Катаева. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, очень скоро вернёмся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Анатолий Катаев, вы президент и учредитель фонда поддержки общественных инициатив «Вятская соборность», член региональной общественной палаты. Сегодня именно с ней мы беседуем. Итак, общественные инициативы, диалоги с властью. Экспертная площадка, прошедшая 19 мая, в пятницу, организованная непосредственно вами. И это была первая встреча общественников с исполняющим обязанности губернатора Игорем Васильевым, да? Ну, там ещё присутствовали городские руководители. Да, конечно. Вы знаете, вот в таком формате, я имею в виду, что, наверное, впервые, потому что присутствовали и представители законодательного собрания, и председатель законодательного собрания Владимир Васильевич Быков, депутаты законодательного собрания, члены регионального правительства. И самое главное, что, вы знаете, вот когда мы заявили такую тему «Общественные инициативы, диалоги с властью», с одной стороны, это как бы протокольное мероприятие, а с другой стороны, очень хотелось, чтобы именно вот эта возможность внести свои предложения в программу развития Кировской области, она была услышана представителями власти, и чтобы грамотно представители гражданского общества могли донести свои вот эти вот конструктивные идеи. представители СМИ присутствовали на нашей площадке, и общественность. Я что хочу сказать, что, наверное, вот я в НКОшной среде не один год, в течение 30 лет, я не помню, чтобы мы вот в таком формате принимали участие в разработке программы развития Кировской области. Да, нас приглашали, да, спрашивали, что хорошо, что плохо, чтобы изменить, а вот на перспективу, чтобы разработать такую программу. И сейчас, после этого круглого стола, до 1 июля, мы еще принимаем предложения, и пользуясь вот эфиром, я призываю всех неравнодушных жителей, которые могут внести конструктивные предложения в развитие программы Кировской области. Вы знаете, когда... Где непосредственно принимается предложение? Предложение поддержки общественных инициатив и как раз взаимодействия с властью. Вот есть три сектора экономики. Нет, куда можно направлять непосредственно предложение? Можно на мою электронную почту. А, ну ваши данные можно найти, в том числе на сайте общественной палаты. Конечно, и на сайте общественной палаты, можно в общественную палату. Потому что организаторами этой площадки, это были как представители правительства, общественная палата, все заинтересованные лидеры общественных организаций. Потому что мы, когда ее готовили, нам было очень важно конструктивно сформулировать эти вопросы. И когда прозвучали такие интересные идеи, как развитие фондов местных сообществ на местах, особенно это актуально для сельских территорий. Поясните, что это такое. Фонды местных сообществ – это форма некоммерческой организации, когда аккумулируются средства бюджета, бизнеса и некоммерческого сектора. Это, кстати, единственная форма фонда. Вот благотворительный фонд, бюджет не может туда перечитать свои сигнования. А вот ФМС, фонд местных сообществ, мой фонд также является фондом местных сообществ, у нас есть Кирово-Чепецкие двуречья, у нас есть в Налинске и вот у нас в Кирове. Пока их не так много, но это позволяет аккумулировать средства для развития территории. И когда на этой территории создаются общественные советы, в которые входят депутаты, представители предприятий, учреждений, власти, некоммерческого сектора, когда они составляют социальный паспорт развития своей территории, когда они видят не только проблемы, но и возможности, ресурсы этой территории, вот тогда проще аккумулировать вот эти финансы и направить на поддержку инициатив. Получается, общественный совет это такая некая голова, которая вырабатывает идеи. А фонд это тело такое. А фонд это тот мешочек, который вот эти инициативы поддерживает. И очень хороший механизм вот этих малых грантов, и мы готовы выезжать. И вот Михаил Курашин предлагал проектные школы. Ведь без проектной школы... Мы не руководитель дирекции загородных лагерей. Да, да, да. Мы же не можем, вот, наверное, правильно научить писать проекты. А от мини-грантов мы можем переходить к таким проектам, как сегодня представляют фонды, например, Елены и Геннадия Тимченко. Это активное поколение, вот сейчас только закончился прием заявок. Это, значит, проекты поддержки пожилых людей. А это такой огромный потенциал. Люди, выходя на пенсию, представляете, у них еще масса времени, море возможностей. Да, они могут горы свернуть на свои территории. Тем более пожилые люди, это те уважаемые люди, аксакалы, которые руководили учреждениями. И они могут очень многое подсказать руководителям, начинающим, как жить и работать в этом районе или городе. Это сегодня фонд Андрея Первозванного. Вот Григорий Петрович Сайфулин как раз озвучил проблему. Сегодня как раз демографическое состояние, как и в нашей Кировской области, так и в России в целом. И как сегодня меры поддержки семьи, детства, как сегодня найти те подходы, чтобы традиционная наша семья, она сохранена была. Чтобы мы вот эти западные ценности, мы их не хапали к себе, а чтобы мы сегодня могли сохранить то, что нам передали наши предки, наши истоки, наши традиции. Потому что сегодня вот эта традиционная наша семья, папа, мама, дети, бабушки, дедушки, это сегодня тот, наверное, кладезь, который сегодня может воспитать патриота. По семье-то какие-то предложения звучали, да, конкретно? Да, 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 по семье вот эти предложения. Вы знаете, вот немножко отвлекусь. 9 мая не так давно прошло. Мы разговаривали с моей подругой детства из Великих Лук. У нее папа герой Советского Союза. Вы в Великих Луках родились, кстати. Да, я родилась в Великих Луках. И вы знаете, мы о чем говорили? Что ведь наши отцы были простые деревенские мальчишки. Понимаете? И для них родина, это вот эта деревня, это вот эта семья, все, что они защищали. И когда ее отца в июле месяце немец расстрелял в упор, и он благодаря вот этой вот жизненной деревенской силе, он через месяц уже в госпитале очухался и на фронт, он уже уехал. Вы знаете, это было желание защищать свою семью, свою малую родину. И поэтому вот такие вот фонды, которые сегодня существуют, вот Андрея Первозванного, которые будут проводить форум в сентябре у нас здесь, и будут говорить о том, как можно сегодня поддержать семью. Это сегодня те проекты, которые выдвигает Совет Женщин, Союз Женщин Кировской области. Это сегодня проекты межнациональные, которые укрепляют межнациональные, межрелигиозные, наверное, вот эти вот связи, потому что у нас Россия многонациональная страна. И мы не можем сегодня делить на какую-то нацию приоритетную, неприоритетную. У каждой нации есть свои традиции, их нужно уважать, чтить и, наверное, считаться нам друг с другом и находить вот этот диалог национальный друг у друга. Поэтому вот очень много было предложений, чтобы вернули наши региональные конкурсы, потому что есть президентские гранты. Региональные гранты, да, грантовые конкурсы. Да, 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 потому что вот они были и поддержки молодежных инициатив, и мы не ждали денег из федерального бюджета. И даже пусть это будут небольшие ассигнования, но если вот прозвучало такое предложение от Михаила Курашина, он и федеральный эксперт конкурса «Православная инициатива», и очень много наших кировчан заявляются на этот конкурс, но не все выигрывают, а проекты очень достойные. А почему нам не сделать свой региональный конкурс «Православная инициатива»? То есть те проекты, которые не были поддержаны на федеральном уровне, они могут внедряться у нас в Кировской области. А почему, например, если те мини-гранты, которые не были поддержаны на федеральном уровне как активное поколение, там ведь есть до 25 тысяч, почему бы не поддержать нашим фондам? Это на конкретного, на физлицо, на юридическое там побольше. Да, 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 на инициативную группу, да. Почему бы не поддержать здесь эти проекты? То есть они готовые. И вот эти вот регионы... Ну, в активном поколении, я знаю, активно наши участвуют. Да, да, одни из лучших мы... И на Линск там был... Да, Черковские вечера. И я что хочу сказать, что вот как раз и было предложение, мы готовы нашим фондам стать как раз вот той операторской площадкой, чтобы мы могли отслеживать вот те проекты, которые не прошли, и привлекая дополнительные ресурсы от бизнеса и региональные ресурсы, бюджетные, да, мы бы могли поддержать своих кировчан вот на нашем уровне, потому что люди очень талантливые. Если сегодня одну инициативу ты не поддержишь, другую не поддержишь, человек теряет веру и думает, ну, это никому не надо. Вот. И чего греха таить? Очень часто это так происходит, особенно с людьми, которые ищущие, которые хотят что-то сделать. Поэтому поддержать, укрепить вот это вот желание. И вы знаете, мне кажется, самый большой результат был в том, что Игорь Владимирович и Владимир Васильевич, они готовы к этому диалогу. Причем самое интересное, что после каждого выступления Игорь Владимирович резюмировал. Он резюмировал, и настолько он живо откликался вот на каждое выступление. И когда он сказал, что вы знаете, такие встречи должны стать регулярными, вот я считаю, что это самый главный был итог этого круглого стола. И вот в июле вот очередная такая встреча уже запланирована с конкретными предложениями в программу. Поэтому вот когда гражданское общество видит, что их слышат, и что их идеи действительно заслуживают внимания, и они находят поддержку власти, вот этот диалог тогда, он конструктивен. Конкретная дата уже определена в июле? До 1 июля мы принимаем предложения. Я думаю, что это где-то в 20-х числах июля мы определимся, чтобы мы могли обработать вот все предложения, конструктивно их включить, проект программы. И этот проект мы уже в рамках поддержки гражданского общества мы могли обсуждать. И на форуме инициативных граждан, как и на гражданском форуме Кировской области, мы бы хотели вот эту декларацию и вот эти вот уже проект программы уже озвучить. У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза. Я напомню, что собеседница моя Наталья Катаева, президент и учредитель фонда поддержки общественных инициатив в Вятской соборности, член региональной общественной палаты. Мы продолжим через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается наш разговор с Натальей Катаевой. Он на часах 13.30. Я напоминаю, что на сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. И кроме того, вы можете задать свой вопрос гостю нашей студии. Есть два, нет, три уже вопроса. И все они касаются вашего Натальи Алексеевны участия в предварительном голосовании, которое состоится 28 мая, уже в ближайшее воскресенье. Но эта информация на самом деле уже была, появлялась в СМИ. Вы говорили о том, что, собственно, составляющая, о которой мы говорим уже на протяжении 25 минут, вы туда и несете. Все верно? Абсолютно верно. Абсолютно. Вы знаете, когда мне поступило такое предложение, ну, честно говоря, вот первая моя такая... Я сначала так очень глубоко задумалась. А предложил кто конкретно? Кто предложил? Мне предложила партия «Единая Россия» участвовать в праймерисе. Я не партийный человек. Тем не менее, значит, первое мое, конечно, было такое, а зачем мне это надо? Вот, как и не каждому, от себя отгрести. А второе, вы знаете, я каждое утро читаю молитвы оптинских старцев, и я понимаю, что какое бы я ни получила известие в течение дня, научи принять его со спокойной душой. То есть, если поступило какое-то предложение, то оно идет не просто так. И это давало мне возможность как раз донести позицию гражданских активистов до широкого круга жителей Кировской области и, самое главное, до власти. Потому что сегодня все равно Игорь Владимирович, он не совсем знаком с нашим регионом. Многое для него новое, многое для него неизвестное. И вот донести из первых уст вот то, что сделали на круглом столе сами представители гражданского общества, а не Катаева, Иванов и Петров, которые просто персоны, приближенные к императору, я считаю, чтобы это было очень важно. И не использовать такую возможность, сегодня включиться в разработку программы развития Кировской области и подключить к этому экспертов нашего гражданского общества, которые наработали огромный опыт, было бы просто, наверное, нелогично. Чем потом говорить, ой, опять что-то слепили, опять что-то не то. А потом скажут, тебе давали возможность, а почему ты это не сделала? Поэтому, наверное, вот это было самое главное решение, потому что в этой команде у Игоря Владимировича и представители промышленности, представители сельского хозяйства, медицины, науки, и вот это то, что вошел блок поддержки гражданских инициатив, я считаю, это очень важно, очень важно. А сроки вообще создания этой программы, они известны? Они озвучиваются? Просто мы на протяжении последних нескольких месяцев говорим о том, что программа, программа будет создана, когда? Мы говорили о том, что на гражданском форуме мы озвучиваем эту программу. И я думаю, что вот... На гражданском форуме? Да. Уже непосредственно? Ну, это вот в ноябре мы будем озвучивать. В ноябре? Это мероприятие, которое общественные палаты организуют? Да, а проект программы мы озвучиваем на форуме инициативных граждан в августе. Вот, поэтому здесь очень важно, чтобы как можно больше было различных предложений, еще раз говорю, конструктивных. Если мы что-то критикуем, нужно предлагать. И вот эти вот конструктивные предложения. Понятное дело, что, может быть, это не сегодня, не завтра осуществится, но видеть перспективу развития области, это очень важно. Поэтому я думаю, что вот этим было обусловлено мое решение участвовать в праймерисе. Если поговорить поподробнее о программе, да, той части программы, которую вы готовите, какие вот там уже заложены основы? Вы знаете, сразу скажу, такие очень важные концептуальные вещи. Это первое, это принятие закона Кировской области об инициативном бюджетировании. И разработчики... Когда люди сами непосредственно участвуют в распределении средств. Вы знаете, вот инициаторы как раз этого закона, Михаил Шевелев, Евгений Дрогов, Николай Плюснин, это рабочая группа общественной палаты Кировской области, которая поддержала эту идею и создала эту рабочую группу. Это очень важно для того, чтобы вот инициативы, вот какая-то определенная часть, мы писали в законе не менее 1% от расходной части регионального бюджета, шла бы на поддержку инициатив, независимо, значит, город или село от численности населения. То есть даже если это маленькое сельское поселение, и глава района знает, что пусть небольшая, но субсидия придет на поддержку инициатив, он может инициировать хоть конкурс мини-грантов, хоть конкурс вот участия в тех или иных своих каких-то, может быть, конкурсных механизмах, которые придумает само это сельское поселение с участием Совета ветеранов, союза женщин и так далее. Это вот первое. Второе. Это очень важно осуществление общественных советов. Подождите. Все-таки каким образом в ОЗС вы хотите доставить этот законопроект? Довести его до депутатов? Это же законопроект будет? Конечно. Но вы знаете, что общественная палата сейчас наделена законодательной инициативой. А, то есть не исключен именно этот пункт? Конечно. Вот этим путем мы и будем воспользоваться. И прежде всего, конечно, это будет обсуждение и широкое обсуждение этого законопроекта. И общественная палата вышла с инициативой все-таки нулевого прочтения законопроектов, когда граждане сами могут участвовать в принятии законов и хотя бы ознакомиться на стадии формирования еще этого закона, законопроекта. Поэтому это было бы очень такое большое перспективное продвижение вперед в рамках поддержки инициатив. Здесь по срокам тоже, когда стоит ожидать уже? Ну вот я боюсь вот... Но у вас же есть там представление, понимание? Ну конечно. Ну вот на сегодняшний день у нас на руках вот этот проект уже закона. И я думаю, что в июле месяце мы его и будем проговаривать на этом круглом столе и обсуждать. Причем он прошел экспертизу и многих экспертов. И они одобрены его. Конечно. И мы консультируемся с другими регионами, где уже этот законопроект действует. Пермский край, по-моему. Пермский край. Прекрасно там говорят. Работает. Вот поэтому... Ну вот сейчас ребята приехали из Ульяновской области, где они представляли наш опыт и с гордостью говорили о нашем регионе. И ведь вот этот проект поддержки местных инициатив — это прекрасный механизм как раз вот этого закона, да? Когда не только бюджет, но и вкладываются ресурсы бизнеса, и сами горожаны. Они сами выбирают, какой объект сегодня необходим для того иного бюджетирования. Поэтому вот такой это очень важный вопрос в этой программе. Хорошо, дальше, да? Да, следующее. Это, конечно, вот я уже говорила, это нулевые прочтения законопроектов. Это принять... Вот неформальное принятие участия в публичных слушаниях, да? А вот когда прочтение, когда действительно мы можем, горожане, граждане, выходить с предложениями именно вот в определенные законопроекты. А там есть принципиальное отличие от общественных слушаний? Вы знаете, вот когда нулевые чтения проводятся, вот даже общественная палата вот это инициирует, вот к великому сожалению, такое право есть, но мы почему-то этим не пользуемся. И есть право законотворческой инициативы, ее никто не отменял и не запрещал. Но вот на моем веку, вот я работала чиновником сколько лет, я не помню, чтобы, например, от нашего территориального общественного самоправления была какая-то законотворческая инициатива. Вот. То ли люди еще не знают этот механизм, то ли его, может быть, довести до широкого круга жителей, да, вот, чтобы люди могли пользоваться еще этим инструментом. Нет, людям ведь можно предложить. Конечно. Я хочу что-то вроде пошутить, наверное. У нас просто часто законы принимаются о запрете чего-то. Вот людям предложить, давайте что-нибудь запретим, подумаем. Что нужно запретить? Быстро придумают? Наверняка. Ну, вот вы знаете, последний законопроект, который меня просто возмутил, и звонили ко мне как председателю Совета женщин, спрашивали про законопроект, который чуть не приняли о молодетных семьях. Один-два ребенка и платить налог. Ну, вот вы знаете, это просто... Вот у меня такая волна возмущения. Такая была волна возмущения, что кому это вообще в голову могло такое прийти? Ну, кто-то вот таким образом хотел очень показать себя, засветиться. Ну, вот я не знаю, как это показать, но когда у нас для детей будут созданы все условия, и детские садики, и здравоохранение, и бесплатное образование, и все такое прочее, ведь одно дело родить, а другое дело воспитать ребенка, достойного гражданина своего отечества. Понимаете, не за границей. И оставить у себя, в родном регионе, чтобы он здесь нашел себе место работы. И сам здесь себя на родной земле мог реализовать. Вот сегодня какая задача стоит. Да если вам надо налоги, так возьмите на роскошь. Вот что-то никто не предлагает. Вот, поэтому... Так, отвлеклись немножко от программы, да. Так, ну это я вот к тому, что люди должны знать, когда такие законы еще только запускаются. Это общественный контроль. Вот помните, мы как-то в одной из передач, мы тоже об этом говорили. Закон-то принят, ведь? Вот, мы говорили о... Закон принят, мы говорили о том, что без реализации, вот можно принять закон, но если мы в этом законе не принимаем участие, если мы сегодня не инициируем создание общественных советов, общественного контроля на местах, за теми же работами, которые производятся, то закон останется законом, вот на бумаге. Вот, поэтому сегодня вот такие важные вещи, участие населения в местном самоуправлении, а федеральный закон 131 об этом говорит, что как раз сегодня и такие формы, как территориальное общественное самоуправление, это партнеры власти, это сегодня равноправные жители, вот я все время привожу пример, во Франции это называется квартальная мэрия. Квартальная мэрия? Да. Ну, в принципе, можно себе представить, что это такое. То есть, понимаете, это вот они знают те вопросы и сами регулируют эти вопросы на уровне дома и своей территории, своей улицы. Поэтому это очень важно. Вот в Польше, например, вот центр местной активности, там руководители вот этих центров, которые вот руководят общественными советами, это сразу напрямую потом они глава города. Проходя вот эту общественную структуру, они потом становятся вот управленцами уже муниципального уровня. Поэтому это очень серьезные такие вопросы, участие населения. Поэтому вот такие вопросы, которые касаются участия населения, поддержки их инициатив, они должны найти вот свое место в этой программе. Ну, вы давно, да, много лет сказали, да, работаете как раз таки в этой сфере. На ваш взгляд, что с этой гражданской активностью происходит в нашем регионе, в нашем городе? Она повышается, она, не знаю, в какое-то другое русло уходит или как-то по кривой. Вы знаете, вот я пыталась вот перед проведением этого круглого стола проанализировать все-таки, как развивается некоммерческий сектор до сегодняшнего дня. И хочу вам сказать, что вот когда мы собрались за круглым столом, мы все отметили, что мы все были созданы в 90-х годах. Я сейчас шучу, что мы все пенсионеры, НКОшники, вот, Нина Николаевна, Ершова, Катаева, Зорина, Ткачев, Курашин, да, вот, это все общественные организации были созданы в 90-х. Почему? Потому что тогда на смену развала вот комсомольской пионерской организации те люди, которые не хотели стоять на месте, они стали создавать некоммерческие организации. Сделали шаг в неизвестность, попробовали. Да, вы знаете, я помню, как-то я в Москве пришла в одну школу, и мне говорят, вы знаете, вот раньше у нас здесь была пионерская комната, а теперь мы просто пьем чай. И мне так стало больно от того, что мы подменяли одну форму другой, но пионерская комната, это был штаб, штаб идей. Я сама была председателем пионерской дружины, секретарем комсомольской организации, секретарем партийной организации. Это был штаб, штаб идей. А когда мы просто попили чай и разошлись без дела, вот тогда было очень страшно. И вот я считаю, что вот эти некоммерческие организации, они спасли тогда, наверное, общественную инициативу. Что происходит сегодня в некоммерческом секторе? Нам в затылок особо никто не дышит. Новых НКО, как таковых, очень мало создается. Если они создаются под какие-то конкретные фонды, проекты, чтобы реализовать, некоторые сразу закрываются. Но суть не в этом. Суть в том, что сегодня, во-первых, Николай Иршова правильно сказала, сегодня нужно быть очень богатому человеку, чтобы создать НКО. То есть тебе нужно содержать, иметь отчеты, даже зарегистрировать. Бухгалтеру нужно платить. И если ты только про сроки какие-то в какую-то инстанцию, то это штрафы бесконечные. То есть это большая головная боль. И каждый очень серьезно подумает, это мне надо или нет. Поэтому наши ИТОСы не спешат создавать юридические лица, хотя их у нас сегодня уже 560, это 80 тысяч населения. Но у нас нет ни одного юрлица, потому что они прекрасно понимают, какую ответственность они потом за это некоммерческое объединение понесут. Но я считаю, что территориальное общественное самоуправление, как некая форма некоммерческого сектора, она развивается в свете тех инноваций, в свете развития и страны в целом. Ведь понимаете, общественный сектор очень гибко реагирует на те изменения, которые происходят в стране. И поэтому, когда создаются меньше некоммерческого сектора, вот таких НКО, это заменяется территориальным общественным самоуправлением. Это заменяется общественными формированиями на местах, инициативными группами, общественными советами на местах. То есть, может быть, это не столько будет юрлиться, сколько эта инициатива будет на местах. И поэтому, почему и стали мы создавать свой фонд, чтобы именно вот эти инициативы их не потерять, чтобы сегодня, может быть, те, которые пойдут по нашему следу, а это будущее будет за фондами местных сообществ. А вот я хотел как раз таки спросить, у нас 30 секунд остается, есть кому эстафету передавать? Есть, это фонды местных сообществ. Это фонды, потому что это сегодня мы уже все понимаем, что без всех трех секторов мы не сможем существовать. Власть, бизнес и некоммерческий сектор. И именно мы на своей территории можем поддержать вот эти инициативы. Никто не придет и никто не сделает, кроме нас, которые мы проживаем на определенной конкретной территории. И будем ее развивать. Наталья Алексеевна Катаева, успешной вам работы. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин